Здорово! Привет! Привет! Привет всем! Что, все выспались? Да? Как суббота! Оооо! Все выспались, значит... А где мой рис? Не тот рис... Что, готовить будем? Сейчас покажу, что будем готовить. Ооо! Кто-то ноги сейчас будет бомбить. У меня тоже сегодня дитя из бедра. Готовить будем... Вот что! Рисколоб из свинины. Будем экспериментировать, как свинина пойдет на гриле. Так, сейчас я ее с рисом разберусь. Ну, посмотрим. Не знаю, какая она вкусная будет. Сейчас... Я не знаю по времени, правда, сколько ее готовить. Попробуем. Примерно по аналогии с грудкой. Сейчас я... Я просто вчера зашел, смотрю. Такие вот стейки. Свежачок вроде. Сейчас... Обрежу. У вас дождь, а у нас... У нас минус семь на улице, блин. Так. Вот. Чё, в Ярославле никто не поехал. Нет, гриль не Ошановский. Гриль у меня дома в Тефале. Так, сейчас я жиры... Жиры пообрежу. Ненавижу эти жиры. Вот. В Ярике не знает, кто как там, как дела-то там. А? Плюс одно? В Сибири плюс одно? Нет. Я как-нибудь здесь. Хе-хе-хе-хе... Блядь, что у меня этот жирок напрягает на некоторых местах. Да у... От кого? От херачить его. у меня насморк что-то у меня насморк в татарстан приезжает с грилем приезжать или без будем жарить да возьму с собой грит в питере с блондинкой вы ничего не путаете в питере с блондинкой может вы ошиблись когда это было дворцовой площади когда это было примерно два года назад не помню мультиварки нет не варю ничего мультиварка тфу подстой нет не только рис да действительно еще один самореализовался так ладно три кусочка пожаре да беда совсем ребенка так блин а у кстати вот чем приправить то свинину блять вроде народ не так много а чё-то это самое проснулись для школьники и мою для готовки блондинка мне не нужно грильща покажу попозже сейчас я сделаю это у меня тут приправа до хера я сейчас покопаюсь найду не баллон для свинины . 2 для мяса а у меня чеснок есть сейчас чесноком посыпем так это к рыбе перец чеснок ну как сказать люблю не то чтобы я восхищаюсь прямо кулинарства но умею готовить каждый бодибилдер должен уметь готовить если ты не умеешь готовить на хер даже не начинай заниматься бодибилдингом да бурляки да так я короче нашел смесь из пяти перцев сейчас мы пятью видами перцев посыпем так дальше чеснок сколько раз в день 1 6 в день им чеснок и соль на самом деле я считаю что каждый мужик должен уметь готовить если ты блять не умеешь готовить значит и не мужик нихера правильно любой мужик должен уметь готовить мужик который не умеет готовить это не мужик а пшик вот мясо ну мужик должен уметь все я вот например на кухне всегда им привезли если даже не знаю как готовить сука я сама приготовлю так что охренеешь почему потому что у меня я не делаю по бумажке там как написано рецепт недостаточно вот допустим что-нибудь задумал новенькое как я делаю беру смотрю читал за ингредиенты входят неважно какое-то блюдо там так мельком гляну а это нужно это нужно все наставил все купил там у як и начал вот так вот все летит туда не тоже там не взвешиваю никогда вот эту хуйню дам этого 100 грамм вот так все летит все потом пожарил там перевернул поварил там запекли что-то и вот так получается с легкой руки а когда сидишь там вычитываешь этот рецепт блять это пиздец по рецепту там следую инструкции такая шляпа получается до гриль хорошая тема смысле грязь где грязи много у меня все чисто я очень педантично кухня все протираю вытираю сколько жму все жму да блин вот мой грим видите тефаль вот так так чуть я не успеваем чуть что до хренин и грилем в районе 7 8 рублей стоит 9 900 что-то дороговато гриль вообще огонь ну я немного маслица полью совсем капельку чушь прям мне это лишним не будет я прям по грилю сейчас это куском мяса размажу куском мяса прям размажу маслица чуть-чуть курицу без масла иногда помажу чуть-чуть иногда и без масла он не принципиально ничего там не пригорает сейчас посмотрим сколько по времени у нас готовить и хрена знает здорово здорово вы не видели должно быть все вместе и чувствую мышц ощущение мышц пампинг и большие веса тоже должны быть обязательно и покажи мышцы покажи вот видели мышцу вот короче я уже закинул сейчас накроем будет смотреть да ну нет не брызгает кто-то кстати брызгал это так нормально накрывает шрать захотелось да гриль огонь спонсор трансляции инферно фитус еще на идее я не знаю что-то много в чате лишнего пишется вообще плохо слышно запашок да вообще огонь запах вообще бомба жены нет у меня нет предварительно ничего не мариноль это долгие процессы нахер не нужны поперчил посолил приправил и закинул на гриль да да тоже чувствую запах запах вообще просто огонь в а в в в в в в в Гарнир рис. Гарнир рис. Гриль стоит тысяч семь-восемь где-то вот так. Да сегодня холодновато в Москве, я не считаю сколько на хавчик уходит лавэ. Это, учитывая то, что я не совсем давно проснулся, это будет второй. Я думаю, да, российский спортфит лучше, чем ничего. Однозначно лучше. Сейчас. Не знаю даже, сколько прошло, 3 минут прошло, вот чего. Ладно, еще полминутки. Наверное, полминутки, не так долго. Я помню, на гриле жаривали свинину 12 минут или 12-15 минут написано. Твою мать. Кирпичи, блять, получились. Я не знаю, насколько дольше я сейчас, блин, хер его знает. Пусть чуть-чуть, рискну чуть-чуть подождать. Ну, так что, сейчас закончу трансляцию, дальше продолжите выбирать. Вот. Мне вот этот нравится. Я считаю, что вот эти понты там с циферками, с сенсорным экраном, шляпа все, нахер не нужная. Берите проще. Вон. Три режима нагрева. Один, два, три. И включить, выключить. Все. Больше, мне кажется, ни хера ничего не надо. Все эти там сенсорные, блять, экраны, кнопки. Просто понты. Повышение цены и... А грудка все равно будет одинаковая. Так, все, я снимаю. Рискну снять пораньше. Надеюсь, это не сухое дерьмо получится. Ну, блин, вот так получилось. Выглядит это вот так. Не знаю, насколько это будет съедобно. Сейчас еще рис. Рис выложил. Да, еду запиваю. На тройке все жарю на тройке. На тройке. Блин. Так, сейчас рис, короче, надо будет вынуть. Так, 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 так. Угу. Угу. Так, сейчас. Идем на тут чашки-то, блин. Да, это на один раз. Неотчаянно запиваю. Ем и запиваю. Я запиваю. Всегда. Сейчас, народ, секундную рис из пакетов вытащу. зажим. Назвен, сцепка proprietários. Ну, все. Ну, все. У gesprochen, всё такwierнь. Теперь я вамờ tenho крышки-то. Угрунула немного 4,5 сегодня кстати открытие сезона в российском бодибилдинге ярославле соревнования в курсе кормовые universal 2 700 700 таблеток хриненные кормовые до принципе любые если кормовые любые дешевые вот ну я взял сейчас universal 700 таблеток так сейчас чайку замутим вечно забываю что есть горпита для суставов вот что для суставов видно глюкозамин хондроитин мсм надеюсь что грудка получилось хозяйки хозяйка скоро будет надеюсь скоро будет сейчас сказать подожди секунду чайкому чу вот видишь вот рис чай свинина а еще у меня и знаете что мои любимые конфетки да мрайские облака спасибо так все дима вилка блин сейчас буду пробовать свинила и херве знаете еще так ни разу не готовил вернул другую сторону я стесняюсь есть так спасибо 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 так сейчас попробую самое главное теперь осталось попробовать спасибо 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 не сырая по крайней мере но и не супер мягкая может мясо такое галимое но есть можно не знаю может передержалки руды но вроде ничего надо сразу мясом поэкспериментировать не огонь нормально наверно курица не кетчуп я не это не курица честно на честно вкуснее курица мягче вкуснее ну хотя нормально тоже для разнообразия пойдет не а нормально всем было бы дерьмо я выкинул их это я съем спасибо давайте вам тоже хорошего дня ну вообще свинина на мой взгляд должна быть мягче какая-то это нам блядь я я долбаёб ее ж надо было отпиздить у меня же есть молоток блядь ебаный в рот ее надо было отмудохать по полной отбить точно лучше не сделал надо было ее блядь отпиздить по полной программе потом жарить чё я тупанул то эээ Вася забыл вот она поэтому наверное жестковаться ну ничего за разнообразие пойдет да у меня есть молоток и просто сейчас из башки вы давно не готовил у меня спрос все курица культу да потому что я не варю кашу мультиварки я вон рис сварил геркулес водой залив все что там какие проблемы спасибо я не знаю надо у Катьки спросить хлеб не кушаю в редких случаях зерновой хлеб сейчас скажу как он называется очень полезный без всяких хлеб цельнозердовой немецкий буржер вот такой ем иногда такой тоже ем с сыром сейчас не ем не ем не ем м нас свинине купить у меня утром геркулес и 10 яичных белков свинина эксперимент со свининой да на массе но есть можно суховато конечно можно чем жарят реально недолго у меня вон рис вместо картоши но это искалок возможно это просто такое мясо само по себе надо свиной вырезку брать вот она охуенно мягко спасибо макароны не сто лет не ел макароны еще забыл как они вообще пахнут даже выглядит мясо свежее но хер его знает белая такая вырезку надо брать такая колбаска стена дана охрененная да вчера взвешивался втихаря взвесился спасибо я ем все что хочу но среди того что я хочу я всегда ем правильную еду обязательно должно съедаться килограмм мяса все остальное дерьмо можно есть я ем по крайней мере много всякой херни но грудку свинь там рыбу не надо есть обязательно мне проще всего у меня лишнее не прирастает в виде жировой ткани могу все что угодно есть ну спросите что нибудь интересное чтобы подольше рассказать интересное только пока болта про лечение коленных суставов я не знаю как их лечить сольфилактику делать чтобы не доводить до травм соблюдать технику и хондропротекторы пить и не доводить до травм а как их лечить это уже его знает надо снимки делать надо врачей я боюсь здесь вам бодибилдер или какой-нибудь тренер из зала не поможет с вопросом лечения коленей предотвратить это в ваших силах технику и восстанавливать суставы с помощью пищевых добавок нет у меня поясница не болит я ее закачал еще давно теперь проблем никаких нет мы там под запарился уже есть если честно ну чё тишина то много всего тут и жила если есть намек я не знаю если есть намек смотря какая стадия намека что вы имеете ввиду намек может быть это намек это только намек и всю жизнь намеком останется вот врачи скажут что тебе все недолго жить осталось все пиздец варикоз ай блять все и готовься к земле блять копай могилу нахуй вот чем врачи скажут я не думаю что если есть намек надо сразу трубить панику ну лучше конечно обследоваться более глобально для начала обследоваться посмотреть намек это или нет а дальше уже решать носители гольфы или там чулки или еще что-то утягивающим я так не могу сказать почему большинство персональных тренеров не ищет персонале подход клиенту потому что это бизнес для них вы деньги и все редко когда человек встречается тот который которым интересен сам процесс тренировки и тот результат который клиент получает это редкость это настоящие тренера это фанаты своего дела а в основном 95 процентов это ебаный бизнес сейчас все кому не лень блять идут тренерами все абсолютно кому не лень легкие деньги блять фитнес индустрия развивается пошел курсы закончил все я тренер блять не ебический вот и все они видят только деньги у него он только сидит в телефоне блять и ждет когда час закончится персональной тренировки вот что следующий пришел принес деньги вот и все те хотят денег работать никто не хочет нет вы не правы если клиент хочет результат а тренер входит в число этих 95 процентов хоть вы как там загораетесь блять ну похуй ему деньги нужны но свои проблемы у меня деньги не надо только мне сказки рассказывать там загорайся не загорайся я уже сейчас скажу 15 18 год пошел как я фитнес индустрии восемнадцатый год пошел поверьте я столько отхуячу в разных клубах тренером видел всего кто как работает начинал с тренера и был и координатором и управляющим и кем только не был сейчас свой клуб я знаю кто как работает хорошо а если человек не готов пахать вы просто с него деньги заберете это тоже неправильно человек вам пришел с определенной целью если он не хочет надо его промотивировать и заставить если вы не можете клиенту дать мотивацию к тренировкам дать ему результат плохой тренер а лишь понимаю что сейчас модно искать тех клиентов которые приходят на тренировку попиздить с ними проще всего частным проболтал деньги получил пошел все еще таких клиентов с ними проще были правильно с такими клиентами до человек ждет результата а тренер сидит в айфоне ватсапе переписывается с девочками на бару с мальчиком а клиент ждет результата блять сидит дергается на тренажере ждет результат а тренер блять ватсапе ахуенно 95 процентов такого раз говорю тут нельзя всех под одну гребенку клиенты разные клиенты приходят те которые поболтать те которые за результаты мы сейчас говорим о результатах но вот это самые легкие клиенты и тренера в основном заняты поиском таких клиентов легких которые приходят попиздить а возьми этого тренера куда-нибудь с проблемным человеком который имеет ряд проблем там сердцем с позвоночником еще с чем у тренера в жопе сразу блять наказывается нахуй отсюда походу это обидел всех тренеров до обидел предпринимательство у Да я не знаю Мне кажется, тот тренер Который Станет хорошим тренером Он изначально виден Если даже у него мало опыта Видно по нему, как он работает, как он старается Он изучает Он литературу читает Он изучает все проблемные зоны Читает Медицина интересуется Интересуется всем А если тренер пришел Бабки Заколачивать Ну что из него взять Что из него взять Результат он никогда не покажет Да, тренер Должен всегда развиваться Потому что каждый новый клиент Это новый опыт Ну в основном у них так и бывает Опытные тренера Они всегда работают На одной базе клиентской У них постоянные клиенты Опытные тренера А тренера А тренера, которые Балбесы У них постоянно текучка Вот Они постоянно Продал 10 тренировок Все, человек не вернулся Новый Постоянно новый А опытный тренер К нему еще хуй попадешь Если у него уже там тренируются 15 человек Такой к нему попадешь уже Потому что там уже все занято А вот к таким вот долбоебам и попадают У которых текучка вечно Мне кто-то по ватсапу там Написывает По полной программе Ну ладно, давайте народ У нас уже мало Я тут пока быстренько даем Спасибо, что были Вот Встретимся попозже на тренировке Давайте Давайте